Рапорт НАТО как фактор сдерживания в регионе Балтийского моря, текущая ситуация и перспективы, составленной комиссией по государственной обороне, отмечает полное согласие, достигнутое эстонскими партиями по вопросу оборонных расходов и советует использовать его в качестве положительного примера в дипломатическом общении. Рекомендуется не только повысить расходы, но и проследить за тем, чтобы средства расходовались эффективнее. Что же до положительного примера? Эстония одна из немногих стран, выполняющих рекомендации альянса по размеру военного бюджета 2% ВВП. Хотя, если взять цифры относительные, то наш воловой продукт составляет всего 11 сотых от общего ВВП стран НАТО. И даже если мы истратим все свои бюджетные деньги на армию, то наши союзники просто этого не заметят. Конечно, если мы им об этом не скажем. Тем не менее, председатель комиссии Марко Миккельсон считает, что и возможности для диалога не исчерпаны. «Комиссия советует наладить такой диалог между НАТО и Российской Федерацией, который базировался бы на соблюдении норм международного права. В интересах Эстонии снижение напряжения в отношениях с восточным соседом таким образом, который отвечал бы международным нормам сотрудничества в 21 веке, где право и ответственность превалируют над силой и угрозой». Согласно рапорту, планирование обороны НАТО должно в большей мере сфокусироваться на предупреждающем сдерживании и адекватном присутствии в Балтийских странах, Польше и всем регионе Балтийского моря. Обязательно необходимо запланировать присутствие подразделения союзников размером не менее бригады, а также дополнительных способностей для обеспечения оптимальной обороны. Построение независимой обороны потребовало бы куда больших расходов, не менее 5% от нашего ВВП, отмечается в рапорте. Министр обороны Ханнес Хансо заявил с трибуны, что положительно оценивает наш оборонный потенциал. «Численность нашего резерва в кризисной ситуации составляет 21 тысячу человек. Нами были закуплены машины поддержки CV-90, противотанковые ракеты третьего поколения. То, как работает наша мобилизационная система, мы проверили в прошлом году на маневрах Ёж, и результаты оказались хорошими». Министр Хансо также добавил, что предстоящий саммит НАТО в Варшаве, на котором предполагается официально закрепить размещение дополнительных союзнических войск в Прибалтике и Польше, это далеко не конец пути, а лишь очередной верстовой столб в деле построения системы европейской коллективной безопасности.